Всем привет, зайду сюда. Все, готовимся к выезду в Нижний. Сегодня веселый день, сегодня дважды катался домой за ключами, потом у меня сдохла Вольво, пропали передачи, осталась только четвертая, когда-то открутилась кулиса. Мы вот уже готовимся к погрузке, Славянтий тут смел всю воду, размотал заезд. СХ забил я всяким барахлишком нужным, Сайтеевича уже вон прогрел, мороженку себе таю, чтобы сейчас съесть, сейчас будем заезжать и грузиться. Плотно на загрузку, набрался я колечков, два Ахиллеса и Гудрайдика 65-го. Главное, без суеты, плавненько заезжаем на сцепление. Ну все, Сайтеевич загружен. Немного он широковат, неудобно его цеплять. С этой стороны морда свисает, торчит, с этой стороны морда еще больше свисает, торчит. Жопа, в принципе, в допусках, в допусках. Пока-пока! Увидимся в Нижнем, бро! Короче, мы загрузились, Славянтий помчал. А у меня самое главное, мороженое. Да, у меня бензин, бензин, компрессор, станок и мороженое. И как вам видно, вода по 50 рублей без газа. Так, а мы сделали старт, только что выехали с этого Смечкова. Едем на грузике. Мишаня занял комфортное место у окошка, сейчас будет спать. Никита смотрит на себя в зеркало. Он, да. Будет всю дорогу, 6 часов, смотреть на себя. Вот все поперли, встретимся уже там. А, ноги мои, ноги! Короче, добрались мы. Сейчас пойдем так глянем по кругу и попрем в гостиницу. Вот это наш бокс, это кабы бокс. А здесь будут стоять палатки еще наши. Доехали без потерь, Сайтевич. Стоит, где стоял, на первый этаж не провалился. Северцево, точка, влезет. Дождик начинается, да? Противнейшая погода, идет дождик. Северцево выгрузили. Сейчас, чтобы запустить сайты и меня, нужно сначала выгрузить покрышки, чтобы опустить второй этаж. Короче, вот занимаемся этим всем брахнишком. Ну и наконец-то, спустя уже, наверное, почти год, решили заехать на сход-развал. Благо, здесь на кольце есть сервис, на котором есть сход-развал. Сейчас мы попробуем все это дело срастить. Так, в общем говоря, тачка на стенде. Поставили на нее датчики. Сейчас будем делать замер и посмотрим, что мы там с Мишаней, с нашим братом. На глаз, по рулетке, да по плитке, на крутивертеле. Крутивертеле. Так, у нас примерно цифры бьются. Сейчас вот пацаны повиснут на тачке. Мы смотрим, что у нас куда убегает. Давай! Да. Чек. У меня все. Да, да, да. Все, пойдет. В общем, особо ничего не крутили. Проверили чуть-чуть. Подшаманили схождение сзади. И все нормально, короче. Рулетка и плитка решают вопросы. В рейтинге есть вопросы. Да. Чек. Чтобы это самое. И получается, что угломер меряет, в принципе, ровно. Телефонный. В принципе, да. В принципе, да. Но это не точно. Как не точно? Такие же данные. Да, если плитка криво лежит, то... Так, еще раз рассказываю. Получается, схождение у нас практически ровное. Завал 8,54-8,56. Это почти 9 градусов. Кастер 8,38-8,16. Все четко. Задняя ось. Здесь чуть колесо вывели наружу. Но сейчас путем... Может, это реально попробовать болтом путем? Завала. А, болтом Макс. Ну, там путем завала. Короче, вот это все сделано. А мы чуть-чуть. Поедешь там, жопа немножко сыграет. Кузов, блин. И цифра опять нормальная стала. А что, ну мы приехали. Тут движуха идет, народу побольше стало. Пацаны трут, тут тачечки натирают. Кто-то гудит, пердит. Автобус Кабы подъявился, подскочил. В общем, греем мы трансмиссию. Тожудин ищет фильтр для Тайго Сайкевича. Они поменяли масло или меняют. Заливаются топливом. Короче, готовятся к выезду тоже. Как и все. Я сейчас хочу выскочить. Прокатиться, проверить. Редукция попадает у нас нет. Под четвертую передачу. Или под пятую. Под какую-нибудь. Если не попадает, то будем менять редукцию. На заварку. На 3.9. А может и не будем. Как пойдет, скажу. Задержалась немного тренировка на полчасика. Дождик подмочил покрытие. Не получится полноценно проверить. Нет. Редукцию попадает, она не попадает. Но по мокренькому проверену в прокате все равно. Короче, когда руль влево вывернут, вот так колесо. И что-то там слева цепляет. Знаешь, типа или колесо как будто овальное. Ну, это так вык-вык-вык-вык. Может она там упирается. Или вот что-то упирается. Вот что надо покумекать. Вы видели такое, да? Прямо за бампер там кратим. Держит вот винил. Трибовый такой. В общем, есть проблема. Колесо цепляет, по-моему, за ржавчину на лонжероне. Из-за этого есть биение неприятное. Краски есть? Да. Пошли сильные движения. Все, краска? Ну да, покрасим. Ты дурак, что ли? Какие покрасить? Алло. Ну, она иначе не обрешивается. Бей по тормозному шлангу. Доработка кузова у нас происходит. Нашего мягкого кузова. Сгибаем часть лонжерона. Ты там сильно не пробиваешь внутрь. Одну из возможных причин мы устранили. Постучали там по дырке в лонжероне. Потому что у нас с прошлого раза изменились диски. Были 9 июмов, стали 9,5. Там другой чуть вынос добавилось. Возможно, из-за этого получилась такая неприятная ситуация. Плюс у нас шины стерлись изнутри. Мы их перевернули. Если сейчас это не поможет, то вернем диски те, которые были, снимем проставку. Поехали потестить. Прошли мы техком. Наклейку нам пока не дали. Мы стоим перед выбором. Или поставить сюда накладки вот такие защитные. Или снять сидушку. Так как у нас накладок с собой нету. Они в боксе у нас есть. Мы сейчас будем снимать сиденье. Вот команда наша чисто. Они жрут, ребята. Ничего не делают. Как я не зайду? Они кушают постоянно. Плотненько кушают. А мы работаем за всех. Тянем лямку. Пацаны крутят, вертят. Нормально. И пилот их не без дела ходит постоянно. Да, да. Вот он. Пришел. Короче, хотел выехать. Здесь есть все помокренько бахнуть. Но появилась какая-то пустота. Ощущение, что слева или тяга. Или кто-то люфтит. Как-то непонятно, она к тебе ведет, короче говоря. Рычаг там не поломанный, что-нибудь такое. Наконечник рулевой стал люфтить. Из-за этого стало биение на колесе, на выбороте. И когда едешь, ну есть некий дискомфорт. Мы сейчас, наверное, поставим. Надо будет и тягу, и тягу откручивать, чтобы мы длину такую уже выстроили примерно. Мы сейчас поставим ниссановскую тягу. Масума. И новый наконечник. Я вроде подбирал, оно должно по длине все комплектик подойти. Идеально должно. Короче, Масума у меня запас есть, так что все будет четенько, я думаю. Короче, пока отмена по замене тяги. Походу просто открутился. Наконечник здесь вот ослабился, и поэтому болтанка эта началась. Сейчас проверим с двух сторон и поедем затестить. Мишаня все по взрослой школе решил динамиком протянуть. О, до хруста. Короче, у нас команда, я держу тормоз, Никитоз. Ставит колесо, только что снимал, Мишаня протягивает. Вот, еще тянется, да? Чисто на люфтах мы прием. Катали в сессию, покатались парно, покатались в одного. Есть проблема. Как это бывает у всех, на вывороте вот так вот трясется колесо, стало трястись. Непонятно почему. Ну, потому что здесь, снаружи, оно стертое, возможно, оно чуть яйцом. Или просто стал ехать в больших углах, и появилась такая проблема. Сейчас будем смотреть диски на предмет кривизны. Может быть, поставим белые диски вперед. Сейчас будем кумекать думать. Пойду к шиномонтажникам. В общем, я притащил диски белые. Сейчас мы покрутим их и выберем какой-нибудь ровный диск. И поставим на них новые шины, которые у нас будут спереду. Этот чуть-чуть кривой, тот чуть-чуть поменьше кривой. Сейчас выбираем из чуть кривых менее кривые. Вот у нас лежит пара нового Achilles, который мы поставим на морду. Завтра будем ее долго и упорно притирать на морде. Который Achilles мы притерли сзади. Возможно, у него стер свои петахи из-за ручника. Мы не будем его ставить сюда. Мы вернули на перед диски, которые у нас стояли раньше, убрали проставки. Поставили новый Achilles, потому что той стерлась кашу просто. Завтра проедем, проверим, помогло или нет. Если не помогло, то примотаем скотчем ограничитель выворота, чуть-чуть уберем. И должно уже все 100% исправиться и все начнет работать. Все, мы поехали спать. Сегодня уже квала. Сейчас мы проснулись позавтракать или едем на медкомиссию. У нас уже там, на самом деле, время поджимает. Вчера был вообще четкий день. Было мокро. Было очень мокро. И катались в дождь. То есть, там, во всех погодных условиях, можно сказать, покатались на всех покрытиях. И с полностью запотевшими стеклами покатались, с лобовым особенно. Вот, я думаю, сегодня куплю, наверное, на всякий случай эту щеточку. Длинную ручку, чтобы сидеть пристегнутом. Вот так вот все стекло протирать. Вот, сейчас у нас сухо. Пацаны вам уже идут. Я надеюсь, что небо будет таким же чистым. И мы сегодня покатаемся по сухой. Хоть пару покрышек, смотрим. Потому что вчера весь день катались. И ни одной покрышки не стерли. Сегодня будем этот момент исправлять. Все, выскакиваем. Начинаем долбить вообще безостановочно. Тренировались. У нас через час квал начинается. Условия самые интереснейшие. Начинали кататься по суху, на держаке. Потом поморосило. Ехали по влажненькому. Потом пошел дождь. Поехали прям по воде, по жесткой. Вот, сейчас как это и на первом этапе начинает подсыхать. Но непонятно, высохнет ли полностью или будет опять кусками. Это рванина. Как что мокрое, то сухо. Я во второй группе. Я думаю, все будет нормально. Главное, не ссать. Я, короче, поехал в сприт-старт. Я еду во второй группе. Как это всегда и происходит. Сейчас дождя нет. Трасса начинает сохнуть. И сохнет она кусками. Это самое говеное, что может быть. Оно сейчас будет. Будем, короче, плыть. Ахиллес поставить обратно бутрая. Потому что посухов мы на Ахиллесе не ездили. И неохота гадать давление. И припеется. Короче, мы уже приготовились посуху ехать. Едет первая группа. Вон она. Пучинин уже Аркаш проехал. Но к нам движется дождь. И мы надеемся, что он не успеет доехать, доплыть до нас. Но шанс великий. И все радуются. Особенно Аркаша тоже. Короче, начался дождь. Собака. Мы сейчас думаем, что делать. Ехать менять шины или забить. Короче, я даже не знаю. Итак, мы начинаем КВН. Я съездил, переобулся на дождь. Обул Ахиллес. А вышло солнце. Сохнет. Но я уже переобуваться не поеду. Поеду на Ахиллесе. Ахиллес. Что, ребята? Это полное говно. Жопа. Ой, жопа. Так, выехал я на Гудрайде. Было сухо. Смотрю, дождик начинается. Поменял на Ахиллес. Выезжаю. Делай к прогреву. Сухо. Прям сухо. Делал прогрев. Все нормально. Дым валит. Думаю, сейчас бахнет. С прогрева вернулись. Дождик. Давай подсыхать. Ну, благо, перед моим проездом дождик еще чуть прошел. И был равномерно мокрый асфальт, который позволил проехать на 79 баллов в такой сейф-ранчик. А сейчас солнце на улице, обратите внимание. И то, что было равномерным покрытием влажным, становится неравномерным покрытием влажно-сухим. И вот сейчас вторая попытка будет интересной. Нужно будет поработать педалями. Вот так вот. Короче, потанцевать джигг-дрыггал. Все-таки, конечно, стрёмно смотрится, но на самом деле такой азарт и интерес есть. Я, короче, приготовился от уехания, наконец-то, в техпарк. Сейчас вторая попытка у Аркаши. Поэтому у Аркаши был ноль. Артуру Милкумяну поставили два нуля. Обида, обидная. Сейчас посмотрим, что Аркадий нам взял. И вот опять машинка, Милки, перед его заездом. Квала окончилась. Дядя Каба. Я снял его интервью о том, как он сыпал песком в специальную уточку, раковину, которая под креслом. Но забыл нажать рекорд. И ни хера не снял. Расскажу вам сам. Вот он подсыпал песком и выводил зацет. Сейчас идем на брифинг. Как нам скажут наши пары, завтра у нас топ-32. Шепотом расскажу. Шепотом. Завтра я в правой сетке. У меня последняя пара. Я еду с Ермойхиным. Будет непросто. Но попробуем разобраться. Наконец-то уже на сегодня окончательно все закончилось. Даже у Дракстера катаются. И мы собираемся. Убрали так инструмент. По 50 грамм, наверное, и спать. Да. Начинаем. Здесь. Том-32. Мишаня гиреет трансмиссию. Приступ что-то говыряет. Мишаня чистит ботинки. Там на трассе какие-то уборки. Мы пока меняем колеса. Прокатился с Димкой Фермохиным. Первым номером, вторым номером. Когда я ехал первым, Димка тут агрессировал на меня. Винил подтер. Я пытался агрессировать, но уехал на зеленку. И как в ходе встал. Это даже Мишаня подтвердит. Мы едем на парад. Как красивее ничего встанем. Отпарадируемся. И поедем. Начинается у нас ТОП-32. ТОП-32. Короче говоря, все. Мы откатали, ружжали. Был ТОП-32. Мы были последняя пара. Уходили с Ермохиным в закат. Я проехал, честно говоря, как говно. Невнятно не взял в широкую дугу клипы. Зацепился. Не мог на широкую выехать. Но Димон что-то там под закосяком. Приостановился. А я второй заезд как бы. Каких-то грубых ошибок не допускал. И в принципе проехал нормально. Вот завтра у нас заезд ТОП-16 с нашим братом Сайтевичем. То есть мои ВР будут пихать его Джезетом. Готовимся уже к завтра. Сейчас подвинем тачку на Козлике. И посмотрим. Все нормально с подвеской. Кардан ли там на месте. Потому что появилась вибрация. Завтра едем с Сайта. С Сайтевичем нашим братом. Вот он готовит лысо-кид для меня. Так сказать. Короче, я думаю будет все пучком. Короче, на улице холод собачий. Все замерзнут, пьем чаек. Горячий. Холод собачий, чаек горячий. А сейчас у меня просто вещи под капотом. А еще кстати, вот лайфхак. Сушу вещи. Под капотом. Сейчас, погоди, башмаки уберу. Это пускать здесь пока будет. У нас подошел эксперт. Инженер подошел создать. Разработчик, да. Сейчас все туда залезут. Короче, разбили втулки на кардане. Где соединение идет Карданевича и Коробевича. Что, ребятки, у нас понедельник. Сегодня топ-16. Я еду с Сайтевичем. Песегов едет с Кабой. Что-то Кабу увидел, он там ветком прошел. Нормально сидит, сидит. Красавчик. И это самое. Вот. И мы готовимся. Погодка нормальная. Тучи как бы ходят хмуро. Но я думаю, они нас обойдут и не повредят. Мы с тачкой все равно все сделали. Сегодня проверим, как все это у нас. Короче. Работает Сайтевич натирает сполера. Сайтевич, почему он лежит под тачкой, крутит схождение себе? Все на глаз. Обратите внимание, все на глаз. Чисто красавчик. Вот. Один натирает, другой крутит, третий смотрит. У нас начались тренировки. Мы с Сайта разок проехали. Так на высоках он за мной там потошнил. Я что-то исполнял. Каба поехал с Песеговым. Красавцы они. И Каба теперь на эвакуаторе. Из говна его вытащили. Колеса в разные стороны. Походу тяга оторвалась справа, наверное. Да, тяга, вон болтается. Рычаг алюминиевый ненадежный сломался. Родной ниссановский рычаг сдюжил вообще без проблем. Ваши алюминиевые рычаги говно. Катаемся с Сайтевичем. И что-то я подзавис, подзавис на перекладочке. И он подзавис. И подсадил я его маленько в жопец. Разул дисочек. Но я не специально, честно говоря. И, короче, вот такая получилась штука. Что Сайта с молотком стучит по своему GZX. А я... Это самое. Бомберочек на место стал. О assumption. Также смотрите. Просто показываются. Попробуем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, откатали мы третий этап в нижнем Был у меня в том, что также заезда Игоса Идеича Я ему проиграл, ну вроде проиграл достойно более-менее Не налажал и заезды были нормальные и красивые Сейчас у нас Каба тянет программу за команду За нашу команду успех Короче, я так понимаю, последние секунды, чтобы выехать на старт И больше механиков распредвалы еще в руках Вот, вклеивают их Значит, все расписано Пацаны вклеивают валы У каждого свой болтик Матвей на стрёме уже стоит с крышкой клапана Просто бешено Это команда, да? У каждого свой болтик в машине есть Каждый у него держится, видишь, плотно С крышечкой у каждого Прокерочек свой, чик-чик-чик У Гочи, на самом деле, на нервике расстроена маленькая, наверное И волнуется, поэтому не разговорчик Короче, Каба греется Гочи закрыли капот, прикрыли крышку клапанную На моторе, там хлопнули ей Только подкинули туда свеженькие распредвалы Там мусор оттуда выгребли Поплевали трижды в мотор Все это прикрыли, да? И вот сейчас завелись, выезжают на старте А ты что, что сломал-то? У тебя коробка разлеталась Четвертая передача Да, четвертая Четвертая слабая, надо подбирать на пятую передачу Но у меня сейчас пока держат Я вот, сколько, второй Ты сейчас на четвертой? Четвертая Я вторая, вторая тронулся, четвертая Без третьей Мотает где-то на 4-5 Вы статистику уже вывели Да, четвертая Она просто стоит в конце коробки И там малышевает, вернулся От себя в шарах Короче, чисто ремонты Раз придумал попраску Вот прям за минуту старта Ох Все закончилось Быстренько грузимся Отъезжаем Еще Драгу нужно успеть покататься Походу царь первый Готя второй Сайтеевич третий Там, конечно, были вопросы По поводу царя и Сайтеевича Мне казалось, что в первом заезде все было решено И Сайтеевич победил Потому что царит дважды за пределами трассы Тремя колесами Одним колесом Но судьи решили так Спорить не будем Так что встретимся где-нибудь еще Всем покидосы